Девчонки, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет видео о покупках и фаворитах. Дело в том, что как-то так получилось, что у меня, в принципе, практически все мои покупки стали фаворитами, любимцами, и потому я решила совместить это видео, дабы не повторять несколько раз одни и те же продукты в разных видео. Если вам интересно видео такого плана, давайте приступать. Первое, что покажу, это несколько уходовых продуктов. Крем для лица от L'Oreal, триактив, ультра увлажнение. Этот крем я покупаю уже во второй раз. Давайте вот так вот поближе вам покажу. Он имеет очень хорошую легкую консистенцию. Мне девчонки просили снять видео о моем уходе о лице. Дело в том, что у меня нет какого-то особого ухода за лицом, и буквально пользоваться кремами я начала буквально где-то, наверное, год назад, и то чисто случайно, когда я приобрела вот этот крем. Это уже вторая моя баночка. Мне очень нравится его текстура. Он действительно легкий, он быстро впитывается, лицо становится таким свежим, здоровым, и очень нравится эффект. Классно ложится макияж, нету эффекта жирной пленки, и мне очень нравится охлаждающий эффект еще, который он дает. По своей цене крем, в принципе, супер. На данный момент меня он полностью устраивает. Я бы хотела, конечно, перейти на какой-то крем из органической косметики, потому что я все-таки знаю, что в этих масс-маркетовских лореалях и всех остальных напихно очень много всякой химии. И потому, девчонки, если у вас есть какой-то хороший органический крем для лица, то жду в комментариях, пожалуйста, напишите мне, буду очень ждать. И второй продукт, которым я очень довольна. Если помните, в прошлом видео я показывала вам сыворотку для кончиков волос, точнее не сыворотку, а масло. От Шварцкоп, называется она Глискур. Так вот, изначально она мне очень понравилась и своим запахом, и консистенцией, и, в принципе, своими свойствами. Но через неделю я начала замечать, что буквально один день, даже полдня у меня еще более-менее нормальные кончики. И то не супер, но более-менее. А потом уже по истечению там некоторого времени они начинают опять становиться такими сухими, ломкими и намного еще даже суше, чем были до того. Потому я вернулась к своему флюиду, жидкому шелку от Доктор Санте. Это супер бюджетная марка, я правда не знаю, она наша украинская или же она продается еще где-то. Если, девчонки, продается у вас, присмотритесь, я все ссылочки и название оставлю внизу. Супер средство, я покупаю уже вторую баночку, оно очень бюджетное. Это с маслом органы и манои, флюид плюс ОФ защита, средство для посеченных кончиков волос, для длинных и секущихся, не смывать. В принципе, используется как обычное масло, оно вот такое вот прозрачное. Запах очень приятный, не навязчивый, такой косметически приятный запах, такой немножко уходит даже в какую-то ваниль такую. Мне очень нравится эффект от него, действительно волосы остаются такими кончики склеенными. Я понимаю, что он их не вылечит, ничего, но мне нужен эффект именно для того, чтобы они больше, еще больше не секлись, чтобы именно этот эффект держался хотя бы несколько суток. И потом я уже повторяю, либо мытье головы, либо просто капельку наношу на сухие волосы. Так что да, советую, прикупите, не пожалеете, стоит для такого средства недорого. Давайте теперь приступим к продуктам для лица. Да, этот тональный крем вы уже видели у меня в видео, я часто его хвалила, сейчас немножко больше расскажу о его свойствах. Это Ивроше, ноль недостатков, у меня в сотом оттенке 100 беж. Это просто супер тональный крем, я очень им довольна. Мне, если честно, немножко надоели матовые тональные крема, которые, знаете, делают кожу такой вот просто вот кукольной, фарфоровой и все, вот в ней нету никакой жизни. И рисуй черты лица, какие хочешь, в принципе, как художник на чистом листе. Мне как-то немножко надоел такой эффект и мне хотелось чего-то более свежего, чего-то более такого, чтобы кожа оказалась живой. И в видео у Наташеньки Нафи и, в принципе, еще у некоторых блогеров я достаточно хорошие хвалебные обзывы слышала об этом тональном креме и решила его купить. Что я могу сказать об этом тональном креме? Он действительно супер классный, делает очень живую кожу, красивое такое сияние изнутри, цвет, оттенок просто мне еще ни разу так не подходил оттенок тонального крема, честно. Потому что в основном как-то у меня так получается, что то сильно розовый, то сильно желтый, то сильно темный, то сильно светлый. И как-то я не могу, очень тяжело в наших магазинах, в которых нету окон в подвале, просто тестировать косметику, а выходить на улицу с намазанной щекой и тональными кремами как-то тоже не очень удобно. Он имеет влажное покрытие, то есть его нужно обязательно припудривать, если его не припудривать, конечно, он будет смотреться немножко жирновато на лице. Но то, что мне нравится, то что даже после припудривания он не становится полностью матовым, он сохраняет тоже свечение, которое было изначально и супер смотрится на лице. Следующий продукт, это вот такой вот жидкий хайлайтер от Mimimi. Я очень, в принципе, им довольна, много говорить о нем не буду. Классный хайлайтер, я люблю его смешивать в тандеме, использоваться вот этим тональным кремом. Дает просто супер свечение, мне очень нравится. Использовать как самостоятельный продукт, его нужно совсем капельку. Но единственное, что мне не нравится и нарекание, это на саму упаковочку. Уж очень жесткая кисточка, которой, ну, действительно неприятно набирать продукт и наносить его как-то. Она действительно жесткая, такое ощущение, что ее макнули в клей, и она засохла, и такая вот она неприятная. А так, сам по себе продукт очень достойный, расход его очень маленький, присмотритесь, советую. И давайте теперь приступим к продуктам для глаз. Первое, что хочу вам показать, это всем известные уже тени Color Tattoo. У нас вышли новые оттенки, это Cream de Rose. Это, в принципе, единственные тени из серии Color Tattoo, которыми я пользуюсь каждый день. И эта покупка 100% является моим фаворитом, потому как они действительно очень классно ложатся на века. Даже как самостоятельный продукт, так и как подложка под тени. Они супер, я думаю, многие из вас их пробовали, потому что они очень бюджетные, и у меня нет Paint Pot от MAC, но очень многие сравнивают и говорят, что по оттенку они очень схожи. И в интернете действительно я смотрела свотчи, и действительно они очень похожи. Следующие тени, это спонтанная покупка, когда я была в другом городе. Я, естественно, увидела магазин косметики, который по-другому называется, и мне показалось, что там 100% есть продукты, которые мне нужны, и вообще их нигде не найти, и все, срочно нужно туда бежать. Потому, естественно, я туда зашла и без покупки не вышла. Слава богу, что покупка была одна, потому что меня торопили все, кричали на меня и говорили, что хватит уже, сколько можно ходить по магазинам. Я купила вот такие вот запеченные тени от Dibi Cosmetics. Это 81 оттенок. Если честно, у нас именно в Киеве в магазинах я не наблюдала. Нашла один только интернет-сайт, который их продает. Но эти тени по своему оттенку очень классные, когда их переносишь на палец, вот сейчас я вам покажу, они имеют просто сумасшедший классный оттенок. Но на века, что пальцем, что кистью, их очень тяжело нанести, потому приходится использовать какие-то дополнительные средства. И, скажем так, я не буду советовать этот продукт по той причине, что, как я понимаю, он редко где его можно найти, потому что как-то это не особо популярная марка косметики. И плюс к тому, что с ним нужно все-таки повозиться для того, чтобы добиться такого именно красивого эффекта, вот как в баночке. И еще два продукта, тоже бюджетных, которые я целенаправленно заказала именно для макияжа на Новый год, которые вы скоро, в принципе, увидите. Это вот такие вот обычные блесточки от Jovial Luxe, какой-то, не знаю, взяла самая дешевая, которая была на сайте. В принципе, что, о них ничего сказать не могу. Единственное, что меня порадовало, что здесь есть такой вот дозатор, то есть, что они не будут высыпаться прям огромной такой горочкой, которую потом придется выбросить. Вот такая вот покупочка была. Пока о них ничего сказать не могу, ну, мне кажется, блесточки, они в Африке блесточки, и плохими они могут, ну, не могут быть. В принципе, они, как всегда, обычные. Ну, бывают, конечно, с супермерцанием, там, с каким-то другим, но здесь у меня самые обычные черные и красные. И теперь я вам показала только что три продукта для глаз, которые без дополнительных каких-то средств наносятся очень проблематично. То есть, блестки, само собой, ты не нанесешь на века хорошо, если не будет какой-то базы. Для этого я купила Duraline от Inglot. Я очень давно его хотела, я очень много отзывов на него смотрела. Я пока не могу сказать именно свое объективное мнение и сказать, что это фаворит мой или разочарование. Ну, я надеюсь, что он станет, конечно, моим фаворитом. Но протестировал с тенями вот этими зелеными на руке, ну, была приятно удивлена. Мне понравилось, наносится классным толстым слоем, именно таким, каким он является в баночке. Все, наверное, знают, это вот такая вот стеклянная баночка. Это у нас такой продукт, который разбавляет любые тени, делает подводки, служит как подложка под тени, под блесточки. И я заказала для того, чтобы на Новый год, в принципе, очень часто делаю макияжи с какими-то пигментами либо блестками. И в таком продукте я очень сильно нуждаюсь. Я думаю, что после новогодних праздников, когда будут выходить мои следующие фавориты, я надеюсь, что он будет в них. Потому что им я буду пользоваться сейчас достаточно часто. Следующие продукты, которые я вам покажу, это будут вот такие вот, скажем так, летние цвета жидких помад от Belor Design. Это жидкие матовые помады. Что могу вам сказать? Я не могу их и не похвалить, и как бы не наругать. Потому что, в принципе, цвета просто супер, очень классные. Слабоватая пигментация, конечно, в том плане, что они немножко плешивят. Когда их наносишь, они все-таки оставляют полосы за собой. Они не имеют полностью матовый финиш, не имеют плотный финиш. Но, в принципе, за свою цену, мне кажется, это достаточно хорошие бюджетные матовые помады. Такие кремовые помады, скажем. Потому что они все-таки не совсем матовые. Давайте я сейчас на ручку нанесу эти два оттенка. И вы посмотрите. По запаху они имеют достаточно сильную отдушку. Она не то, что неприятная. Она просто именно такая стандартная отдушка, как в косметике, косметическая. Вот такие вот два оттенка. Это вот такой вот коралловый. Это у нас, ага, на баночке даже нету, если честно, номера. И вот так вот их вам поставлю, чтобы вы понимали. В принципе, продукты достаточно неплохие. Если кто хочет попробовать вот такие яркие цвета. Я хотела попробовать просто именно какие-то яркие цвета. Но не хотелось платить как-то много денег. Потому что я не знала, пойдут мне такие цвета. Буду я часто ими пользоваться, либо не буду. Потому купила из бюджетной марки и ни капли не жалею. Потому что я их не ношу каждый день. И мне не нужно супер стойкое покрытие. А для того, чтобы иногда снять видео или сходить куда-то, то замечательная помада, я считаю. И присмотритесь к ним тоже. Ну и последние два продукта, которые я вам хочу показать. С ними у меня связана целая история. Ну как история. Ситуация, которая мне была очень приятна. Только когда я открыла свой канал, я написала комментарий у Наташеньки Нафи под видео, когда она рекламировала косметику Glossip. Она наносила ее и рассказывала свои впечатления о ней. И я написала, что тоже хотела бы попробовать эту марку косметики. У нас есть магазин в Киеве, но никак не могу добраться до него. И какое мое было удивление, когда через пару буквально недель мне на почту приходят сообщения, и менеджер компании Glossip предлагает мне продукты на обзор. Чему я удивилась. Я сейчас спросила, что вы точно меня не перепутали? Ну я же как бы только начала. Они, нет, да приходите. Мне дали вот такие вот два продукта на обзор. Это жидкая помада с эффектом тату и миниатюрка туши. Я, как только мне дали эти, в принципе, два продукта на обзор, я дала себе обещание, что я их буду тестировать и дам именно о них объективное мнение. Потому что все-таки, даже если это дают бесплатно, это не повод говорить, что это классно, если это, ну, не очень хороший продукт. Потому об этих двух продуктах у меня разное мнение. Один я очень сильно люблю, на второй, как бы, отношусь к нему абсолютно спокойно, нейтрально, потому что это немножко не мой продукт. Давайте сначала поговорим о том, что меня не сильно порадовало. Это тушь от Glossip. Она заявлена как суперобъем, суперчерная, суперобъем. Вот такая вот миниатюрка туши. У нее достаточно обычная кисточка такая вот, в принципе, как у... Такие усы у меня. У нее вот такая вот обычная кисточка. Если честно, какого-то суперобъема здесь я абсолютно не вижу. Суперчерного цвета тоже не вижу. Ну, черная она есть, и в Африке черная. Но единственное, что могу сказать, я не люблю просто ежедневные туши. Возможно, для девушек, которые любят вот слегка прокрашенные реснички, просто для того, чтобы придать им цвет и немножко объема, то этот продукт, я считаю, будет супер. Почему он не подошел лично мне? Потому что я пользуюсь суперобъемными, углиняющими, утолщающими и тушами, которые хоть как-то делают мои ресницы немножко больше, потому что они у меня достаточно коротенькие. И потому, да, этот продукт я буду советовать девчонкам, которые любят просто слегка подкрасить реснички, когда бегут там на учебу, на работу. Но если вы любите супербольшой драматический эффект, то этот уж абсолютно вам не подходит. И теперь мой must-have, мой фаворит. Эту помаду мне тоже дали на обзор. Еще раз повторюсь, это компания Glossip. Это итальянская марка косметики. Она, в принципе, довольно-таки популярна в Европе, но у нас она только начала появляться и развиваться. Обратите внимание, если вы где-то наткнетесь и поищите в интернете на вот эту помаду, она называется Glossip. Ой, тут очень много английских слов. Короче, с эффектом тату, жидкая помада. Найдете, не ошибетесь. Она идет вот такой вот маленькой баночки и с вот такой вот коротенькой кисточкой. Ну, кисточкой-спонжиком. Я просто в шоке от этой помады. Она просто супер. Во-первых, у нее нереально красивый цвет. Давайте я сделаю сводч рядом с теми, то, что я делала. Вот. Это такой цвет пыльной розы, который сейчас такие модные, который я часто вижу на макияжах в Инстаграме. В первую очередь хочу похвалить очень сильно упаковку. Сначала мне показалось, что это маленькая и думала, что это миниатюрка даже, но миллилитраж у нее такой же, в принципе, как у всех. Очень удобно этой кистью наносить именно сам продукт на губы без контура, потому что она имеет короткий аппликатор, который не будет у вас, если у вас рука затрусится, там куда-то у вас уйдет рука и пол лица у вас будет размазано. Ну, я не знаю, может, такого нет, у меня такое часто бывает. Потому, то есть, например, как с нубой милибачи, да, там длинная кисточка, длинный аппликатор, и потому мне тяжело, я сначала наношу контур, а потом уже наношу помаду. Эта же помада отлично наносит контур, как своей, то есть, более такой плоской стороной, так и остренькой можно сделать, например, уголки губ очень удобно. И то, что еще немаловажно, то, что когда вы только открываете ее, на кисточке очень большое количество продукта, оно вообще не нужно. Я его всегда вот так вот снимаю на крышечку, и то, что впитала здесь губка, хватает, не знаю, наверное, накрасить три пары губ, честно. Она настолько пигментированная, она настолько плотная, хотя по своей консистенции она, я понимаю, почему ее назвали с эффектом тату. Потому что она действительно, такое ощущение, что у вас на губах, когда именно вы только наносите, у вас нету продукта. То есть, она как впитывается, как вбивается именно пигментом в ваши губы, и становится просто невероятно красиво матовой, но при этом нету сильной стянутости, и просто шикарно смотрится у вас, такие вельветовые красивые губы, просто обожаю, люблю. По носке этой помады, что могу сказать, она не будет сильно суперстойко держаться, именно если вы будете принимать какую-то жирную пищу, она немножко уберется в центре губ. Именно создается такой легкий эффект омбре, в принципе, даже можно и не подкрашивать, если вы хотите, потому что сейчас это достаточно модно. Сильно много уже наговорила, классная помада, еще раз повторюсь, это марка Glossip, 07 оттенок Grapes, там очень много оттенков, можно подобрать любой, от темного до яркого, и нюдовое, и большое количество цветов, присмотритесь к этой марке косметики, я хочу прикупить еще несколько продуктов у них, потому что заинтриговала очень своим качеством, конечно. Ну и все, девчонки, на сегодня это все, спасибо за просмотры, пишите, какие у вас фавориты в этом месяце есть, и ждите моих новых видео, потому что я запланировала снять несколько вариантов новогодних макияжей, я думаю, они вам понравятся. Если у вас есть именно макияж, который вы бы хотели увидеть в моем исполнении, пишите мне тоже под видео, потому что сейчас я начну активно это все снимать, и мне очень будет полезна ваша поддержка. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и всех целую, всем пока-пока!